есть пишем друзья всем привет с вами снова иван журавлев и это наш третий выпуск совместно с компанией свг мы находимся на нашем объекте где сделали очередной крутой проект со световыми линиями пойдемте посмотрим что у нас получилось поподробнее все расскажем первое помещение это спальня хозяйская здесь у нас расположился новый профиль слот это черная такая полоска на потолке с углублением в 32 миллиметра и в нем расположились линейные светильники светильники мы наполняли лентой свг с кристаллом 2835 она трехрядная дает порядка трех тысяч люмен на погонный метр и с учетом наших 43 сантиметровых светильников у нас получается в районе 1200 1300 люмен на одну точку это довольно неплохой световой поток и для данного помещения 8 линейных светильников более чем достаточно стоит отметить что у нишевой линии слот отсутствуют всевозможные резинки и заглушки и выглядит это просто бомба и это можно смело применять в ваших дизайнерских решениях для гардин и портсек мы применили светодиодную ленту 48 ватт на метр бренда дизайн лет приобретали также компания свг важное примечание то что ее лучше располагать горизонтально кристаллом вниз для того чтобы у нас большая часть светового потока проливалась в пространство нежели терялась после того как вы установите штору у вас будет свет гораздо мягче и шторы будут светиться гораздо ярче и интереснее ну чё ребят погнали дальше мы находимся в детской здесь мы расположили такой интересный рисунок в виде квадратика в квадратике что здесь хотел сделать здесь хотели сделать яркий свет нам здесь помогла лента 10 ватт на метр приобреталась тоже у компании свг и у нее очень хороший параметр по световому потоку рекомендую посмотреть у них на сайте все технические характеристики уверен она подойдет под многие ваши проекты вот ну и к вопросу о том что сидеть на подоконниках на подоконнике заказчиков не есть хорошо вот наверное вы правы так мы находимся в туалете по просто говоря я сижу на унитазе для того чтобы продемонстрировать вам насколько здесь комфортно и какой получился уровень освещенности потому что нашим источником света является полностью натяжное полотно с полупрозрачным рассеивателем и всего лишь ленточка по периметру лента также 10 ватт на метр 24 вольтовая у нее увеличенный световой поток который позволяет применять ее в качестве основного источника света для небольших таких помещений это является отличным подспорьем точечному свету или какой-нибудь альтернативе типа бра и так далее вот свет получается равномерно распределенный и здесь действительно ярко в телефоне точно не забудитесь покажем вам ванну там есть несколько интересных решений конкретно если вы не хотите будоражить своих домочадцев и пользоваться мягким приглушенным светом вы можете сделать взмах рукой и свет надо вашим зеркалом будет гореть ярче чем солнце шучу здесь установлен сенсорный глазок который также надеюсь вы уже выучили название такое swg тут должна быть ссылочка наших партнеров которые нам поставляют продукцию светодиодную и не только в общем здесь сенсорный датчик который установлен на подсветку зеркала и это является хорошим плюсом потому что влажные руки например вы сполоснули руки есть у людей фобии всякие разные да что влага и электричество она несопоставима вот можете управлять светом а в помещении в этом сделана такая же подсветка основного вот как ярко поначалу конечно к этому нужно привыкать потому что это не полностью световой потолок отличие светового потолка и с засветкой по периметру заключается в том что у нас у светового потолка на такую площадь был был раскатана ленты порядка 70-80 метров световой потолок по периметру у нас затрачено ленты только по периметру то есть это не более 8 метров на данное помещение но света здесь достаточно причем для помещений с отсутствием естественного источника света это является прям уникальным вариантом который будет просто круто вписываться практически в любой интерьер он имеет мягкий свет у него есть небольшое затемнение к центру но при этом при всем мы получаем хороший яркий свет не переплачивая опять-таки за полностью световую панель которая будет усеяна вся площадь потолка да ну и на вскидку если это решение в бюджете 20-25 тысяч рублей то полностью световой потолок будет стоить 60 плюс потому что у нас много оборудования и много но по опуску по герметизации по пайке и так далее в общем погнали посмотрим что у нас коридоре происходит и наверное переместимся же гостиную коридор узкое пространство вытянутый длинный для того чтобы это все гораздо лаконично смотрелось мы разместили световые линии поперек по диагонали тем самым мы зрительно расширили пространство не вытягивая его какими-то продольными линиями мягкий получился засвет уровень освещенности достаточно для того чтобы здесь комфортно находиться и плавно он перетекает в гостиную единым цельным полотном и это очень круто кухня наверное самое важное помещение и пространство в любом доме в любой квартире здесь нужно очень грамотно продумывать свет и сценарий как вы будете перемещаться от холодильника плите к умывальнику и так далее к мойке наверное что мы здесь сделали сделали подсветку фартука поскольку рабочая зона была слабо освещена до нас здесь вообще ничего освещено не было вот освещаем кстати с помощью ладана но это отдельная услуга фартук у нас также профиль от svg угловой с рассеивателем рассеивать получается полукруглый и у нас это имитирует как бы такую лампу дневного света лента здесь с увеличенным шагом вернее с увеличенной частотой шага на скидку там что-то около 168 точек на метр управляется эта подсветка путем вот такой вот кнопочки она может включать выключать а также если для вас это слишком ярко или тускло можно диммировать зажатием кнопки можно повышать яркость подсветки очень интересная штука она на магните батарейки примерно на три года хватает на приобреталась также в магазине swg основным источником света в этом в этой зоне у нас является профиль 63 32 с фланцами особенность этого профиля в том что он них для натяжных потолков не подходит и поэтому здесь танцы с бубнами но это реально и сделать его не хуже чем в том же гипсокартоне можно то есть он не предназначен но его умелые ручки адаптируют делается это нехитрым способом в предыдущих постах вы можете это посмотреть но главная особенность этого профиля в том что широкий экран ма маленькая потеря порядка двадцати пяти тридцати процентов по светосиле соответственно мы получаем хорошее яркое освещение хорошее уютное освещение очень важно для домохозяек что и столешница подсвечена и основной свет он не перебивает не глушит и работа здесь комфортно нету каких-то теней то есть мы запроектировали свет таким образом чтобы свет находился перед перед человеком нежели за его спиной это тоже очень важно это надо учитывать не забывайте об этом моменте ну и у нас есть помещение гостиная здесь расположились довольно такие популярные сейчас геометрические фигуры как гексагоны вы их можете встречать в интерьере в качестве плиточек всевозможных да там паркет делают из него и так далее вот мы эту геометрическую фигуру тоже используем но светодиодном освещение хаотично расположены разного размера разного масштаба но в общую картину это завязывается и получается хорошее интересное освещение и последнее что здесь есть из света это подсветка профиль pk 6 от студии парсек здесь мы пытались усилить эффект рельефа за счет скользящего света проливающегося на стену чаще всего он проявляется когда вы включаете вот только эту подсветку и выключаете всю остальную зону света и и у вас хорошая за светочка по стене получается итак друзья хочу поблагодарить вас за просмотр данного видеоролика также хочу выразить огромную благодарность нашим заказчикам за данную возможность за реализацию и за видеосъемку и всем желаю успехов добра мыслите творчески подписывайтесь на канал и спг и шаду в дизайн и до новых встреч проcell о хен о о о о о Продолжение следует...